Кремлевский чиновник Кремлевским чиновникам, которые его потом поддерживают за попку 23 февраля 2018 года 23 февраля, военный день И что мы получаем? Какие сообщения в прессе и в СМИ мы получаем? А мы получаем такие вот, знаете, я даже не знаю, как сказать вам Чтобы не обиделись военные Потому что, ну, не все же военные одинаковые Хотя служат все одному делу Уничтожению России Сегодня они служат все И служат тому, чтобы насытить карманы бездонные олигархов Итак, появилась статья в Вашингтон-Пост О трусливости российского командования Но мы не впервые знаем о трусости нашего командования Натворили дел И в кусты Вот у нас натворил дел президент Ну, то есть повар Путина сначала натворил дела Да? А потом пришлось Путину-то скрыться Сбежать от ответственности Ну, и дальше давайте посмотрим А как же российское руководство В этом случае выходит из такого щекотливого положения И что вообще происходит? Ведь мы ничего не знаем Мы можем только догадываться Пресса наша шумит Но нам неоткуда вроде бы и взять Никакой информации И нам говорят Ах, вот почему американцы не дают информации Да дают американцы информации Просто российское население не умеет читать по-английски А вы зайдите и почитайте Да все же там есть Итак, рассказываю вам 23 февраля Сегодня день наших военных День Красной Армии Итак, мы читаем Хотя российское руководство На всех уровнях Неоднократно отрицало причастность к инциденту О чем более подробно говорится ниже Перехваченное сообщение Однако опровергают этот факт Это пишет Вашингтон пост газета Они показывают не только то Что Пригожин лично принимал участие В планировании нападения Но и то, что он обсуждал этот план Как с Кремлем Так и с высокопоставленными Сирийскими чиновниками Включая министра по президентским делам Мансура Фадлаха Азама Но вы понимаете Что речь идет о самом ближайшем человеке к Путину Вот я вам еще раз хочу показать фотографию Где повар Путина Пригожин Сервирует ему стол По данным американской разведки 24 января Пригожин заявил 24 января Еще нет Не наступил день 7 февраля А 24 января Пригожин заявил Что накануне он получил Разрешение от неназванного Российского министра Реализовать быструю и жесткую инициативу И теперь ожидает Решение сирийского правительства И 30 января Повар Путин сказал Что в период с 6 по 9 февраля Он сделает приятный сюрприз Асаду Согласно одному из Перехваченных сообщений Он также заверил Азама Что тот тоже получит Награду Интересно какую награду Сделают ему Может тоже свечной заводик подарят В этот же период Американская разведка Фиксировала рост Контрактов между Пригожиным И кремлевскими чиновниками Вот вам А? Пригожин И кремлевские чиновники То есть повар Путина Заключает поименно контракт С каждым кремлевским чиновником Которые его потом Поддерживают за попку В том числе С главой администрации Путина Антоном Вайна И заместителем Начальника генштаба Владимиром Островенко В то же время Содержание этих переговоров Остается неизвестным Переговоры между Путинским поваром И его высокими покровителями Продолжались до 5 февраля И возобновились уже На следующий день После провалившейся атаки То есть там участвовала И Вайна Там участвовала Администрация президента Там участвовало Министерство обороны Но если вы мне Сейчас будете говорить Дорогие мои слушатели Что я же говорю В другом ролике Что Путин это кукла Ну конечно Но вы же соображайте И понимайте Я не для всех Конечно Очень много умных людей Для некоторых Которые совершенно Вообще не в теме Лучше вы уже не пишите Ничего В комментариях Потому что Вот это вот Такое вот Знаете Я скажу одно А они дальше Это не могут осознать Они не могут Уложить В своей голове И потом Мне говорят А как же Вы же сказали Вот Путин Это кукла А как же Здесь теперь Вот в этой статье Вы говорите Ну соображайте как Ну я же не могу Вам вообще Все полностью Разжевывать Между тем Заводика Но ведь Не просто так Предательство Совершается Главами ГРУ Там Скажем Или ФСБ Или еще кто-то Кто двинулся Всей горьбой Скажем Всем детским садом В одну песочницу В Госдеп США Ролик Посмотрите мой На эту тему Из этого следует Да Давайте мы сейчас Дальше посмотрим Что из этого следует Они уведомили Россиян О своей Осведомленности То есть Руководство Центральное Командование ВВС США Уведомило Россиян О своей Осведомленности И предупредили Их Что база Будет защищаться Да плевать Нашим Нам нужно Ликвидировать Своих солдат Перед выборами Нам нужно Ликвидировать Бойцов Которые Составляют Потенциальную Угрозу У себя В стране Выборы На носу И эти бойцы Пусть они Даже не вооружены Они составляют Потенциальную Угрозу Для своего Того же Руководства Уже внутри страны Поэтому Ну Насколько я понимаю Я могу Конечно Ошибаться Но насколько я Понимаю И слышала Что был отдан Приказ На ликвидацию Вообще Всех ДНРовцев ЛРовцев Там Всех Вагнеровцев Положить их нужно Будет сейчас В пустыне И поэтому Это утечка Информации О том Что двигаются Такие большие Отряды К границе Того самого Свечного Заводика Который охраняется Американцами В прекрасном Состоянии Охрана Находится И Эта утечка Возможно Была Целенаправленная Намеренная Утечка Из того же Министерства Обороны Чтобы положить Своих бойцов Там Оставить В пустынях Сирийских Они Представляют Еще раз Повторю Большую опасность В В период Выборов В России Но вот На брифинге Харриган Не стал вдаваться В детали Переговоров С российским Офицером Отметив Лишь Что эти Контакты Оставались На Профессиональном Уровне То есть Он говорит О том Что они Постоянно Об этом Говорили И переговаривались С российскими Офицерами Генштаба В ночь После нападения Глава Пендагона Заявил Что российская сторона В телефонной беседе Заявила Что ей Ничего не известно О перешедших В наступлении Силах По данным Мэттиса Они Продолжали Настаивать На том Что Россиян Там не было Даже после того Как начался Обстрел Со стороны сил Которые Пересекли Ефрат Вы знаете Да Одна сторона Там где Наши и Асад Другая сторона Там где Американцы Находятся Левая сторона Это под американцами Сторона реки Да Гефрат В свою очередь Харриган Рассказал Что американские Наземные силы Когда По ним Начали стрелять Поначалу Отступили Отвечая На вопрос О наличии Россиян Среди погибших 7 февраля Мэттис Во время Возвращения Из Европы В США В воскресенье Сказал Журналистам На борту Своего самолета Что Предпочел бы Не отвечать Прямо сейчас Мне нужна Дополнительная Информация Чтобы разобраться И осветить Все более обстоятельно Сообщил он Добавив Что выясняет Кто Отдал приказ Об атаке На США То есть Американцы Это расценивают Как атака На США И кто Отдал этот приказ Может быть Поэтому сегодня Путин Прячется Ну конечно Это кукла Да Но однако Все равно Прячется Надо же Что-то устами Этой куклы Объяснять И давать ответ Сирийское Правительство Неоднократно Угрожало Применить силу Для того Чтобы выдавить Американские войска Из страны Россия Хоть и наладила Некое взаимодействие С Соединенными Штатами Во избежание Конфронтации Также осудила Присутствие США Как незаконное Поскольку Вашингтон В отличие от Москвы Не получил Разрешение От Дамаска А дальше Мы читаем Имя Пригожина Оказалось На первых полосах Американских Изданий После того Как он был Обвинен Комиссией Роберта Мюллера В организации Компании По вмешательству В американские Выборы 2016 года Которые он провел Через подконтрольную Ему фабрику Троллей Занимающиеся Информационной Войной Против Запада А отмечает Газета Вашингтон Пост Известно Что этот фигурант Чей экстрадиции Будет добиваться Минюз США Имеет тесные связи С президентом России Владимиром Путиным Обретенные в бытность Петербургским Ресторатором Видите откуда Еще идет Связи такие Да Спрут Движется откуда Со временем Он развил Широкомасштабную Коммерческую империю Частью которой Стали Бизнес Связи С Министерством Обороны Российской Федерации Американская разведка Уверена Что в числе Его предприятий Упомянутая Выше так называемая Частная военная Компания Вагнер Сражающаяся В Сирии На стороне Решима Башара Асада В этой ЧВК Состоят Ультра Националистически Настроенные Россияне Многие из которых Попали в Сирийское Пекло После участия В конфликте На Донбассе Где Россия В 2014 Году Проводит Агрессивные Вторжения И Окупации По данным Минфина США Пригожину Принадлежит Российская Компания Под названием Европолис Которая По данным Фонтанки Заключила сделку В 2016 Году С сирийским Правительством О получении 25% Доли Нефти И природного Газа Добытых На территории Отбитой У ИГИЛ То есть Мы Непонятно То ли воюем На стороне ИГИЛ То ли просто Забираем У ИГИЛ Вот эту Самую Нефть Мы воюем За нефть Но надо Это Как бы Вот признать Что мы Не воюем За интересы Знаете Как раньше Это было За интересы Государства За свое Присутствие Скажем В том или ином Регионе Нам это Впаривали Раньше Все очень просто Мелкособственнические Интересы Большинство Из этих Месторождений Находится На восточной Стороне Ефрата И контролируются Курдами Из Сидиев Вот почему Мы Бьем Курдов Потому что У них Нефть Под контролем Так Которых Поддерживает США Этих Курдов ЧВК Ну и США Понятно Тоже Свой интерес Конечно Отстаивают Я же не говорю Что там США Правы Да нет У них точно Так же Частные Военные Компании Отбирают Нефть То есть Одни Отбирают У других Помните Как В 12 стульях Отец Федор Дрался С кисой Воробьянином За стул В котором Находились Бриллианты Ипполит Матвеич Так это Вы Святой Отец Охотитесь За моим Имуществом Это не Ваше Имущество Национализировано Властью Трудящих Но так же Здесь Русские С американцами Дерутся На чужой Территории За Нефтяные Заводики Использование Вагнера Для подобных Операций Показывает Как фактор Наемников Интегрированных В военизированную Российскую Вертикаль Позволяет Кремлю Поддерживать Тонкий Налет Отрицание Сказал Майкл Карпентер Бывший Официальный Представитель Белого Дома И Пентагона Который Во время Администрации Обамы Курировал Вопросы Российской Политики Что еще Более важно Это позволяет Российским Силам Атаковать Поддерживаемые Американскими Силами Сиди Эф То есть Это Курдов Таким Образом Которые Не посмели Бы Применить Регулярные Российские Вооруженные Из страха Перед Эскалацией То есть Постоянные Военные Силы Не могут Это делать Перед страхом Эскалации По словам Эксперта Эндрю Вайса Пригожин Сделал себя Незаменимой Фигурой Для Кремля Ну молодец Парень Я вам хочу Сказать Молодец Стоит только Знаете Отдать дань Его мозгам Его голове Просто молодец Развернулся Из повара Из чего Изволитесь Он Развернулся В того Кто указывает Кремлю И Да еще и Договора Подписывает Свайна И со всеми Другими Чиновниками Вы можете себе Представить Вы можете себе Молодец Ресторатор Я только Я могу Позавидовать Такой Понимаете Светлой Голове С одной Стороны Он находится Это Пригожин Повар Находится На острие Копья И это Соответствует Стратегии Информационной Агрессии Против США Сказал Вайс Специалист По Евразии В фонде Корнеги С другой Стороны Он глубоко Интегрирован Структуру Министерства Обороны И оказывает Ему услуги По проведению Военных Операций Ну вот так То он Рубил Котлеты А теперь Он рубит Наших Бойцов В Сирии Сейчас Американские И российско Асадовские Войска Разделены Лишь Несколькими Километрами Линии Разграничения Проходящей вдоль Реки Ефрат К западу От которой Действуют Режимы Путина И Асада Видите Режимы Путина Там действуют А к востоку Американцы И их союзники В лице Курдских Сирийских Демократических Сил В течение Последнего Года Российские И американские Офицеры Почти ежедневно Поддерживают Активный Контакт По телефонной Горячей линии Созданной Специально Для предотвращения Случайного Столкновения То есть Я надеюсь Вам не нужно Напоминать Еще раз Что между Американцами И россиянами Создана Горячая линия Чтобы не убить По очечайни Просто так Кого-то не замочить Не стереть С лица земли У них есть Горячая линия Где они По горячей линии Узнают Но и они Обратились К нашим По этой самой Горячей линии Наши сказали Наших там нет То есть Получается Целенаправленно Вели Эти самые Вагнеровские отряды И отряды Спецобороны США Спецсил Вернее США Вели для Ликвидации Конечно Ликвидации В пустынях Но у них же Нет имен Они же Нанятые По найму Они же Дикие гуси Они же Никто У них нет лица Нет имени У них Ничего нет И то что Они там Погибнут Тысячами Об этом Никто вам не скажет Об этом Просто все Замолчат Об этом знают Генералы Да, знают Но никто из них Вам об этом Не скажет Американцы Стремительно Мобилизовали Все действующие В этом районе Военно-воздушные силы Дав агрессорам Свирепый Отпор Пишет Вашингтон пост Буквально В течение Нескольких минут В атаку пошли Стелс-истребители Вертолеты Боевые дроны И летающая артиллерия АС-130 Со 105 Орудием На борту При поддержке Курдов Наводчиков И наземной артиллерии Соединенным Штатам За три часа Удалось Зачистить район От вражеской силы Уничтожив До 90% Военной техники И до нескольких Сотен Российских Наемников Но в то же время Курдские силы И американские Они вообще Обошлись Без потерь А мы Не знаем Каковы Наши потери А в свою очередь Российское правительство Решительно Отвергло Свою причастность К инциденту Российские официальные лица Обвинили Американцев Что те провели Якобы Не спровоцированные Нападения На силы Асада То есть Мы ничем не провоцировали Как вы понимаете Мы Веточкой Прикинулись В пустыне Сирии В ходе недавнего Военного столкновения В котором Никаким образом Не участвовали Военнослужащие Российской Федерации И не применялись Штатные технические средства Говорится в комментарии МИД РФ Вместо этого Министерство Сосалось На неких Российских Граждан Которые Отправились В Сирию По Своей Воле И С разными Целями Не делая Министерства Иностранных дел Оценивать Правомощность И закономерность Таких Решений Подчеркнули Авторы Сообщения Итак От вас Отказались Вы понимаете Что Министерство Иностранных дел России Не признает Присутствие Вообще Каких-то Военных Сил В данном Регионе Выборы Выборы И власть Боится Своих Бойцов Внутри Страны Поэтому Все бойцы ДНР Которые Находятся Сегодня В Сирии Все бойцы ЛНР И другие Бойцы Спецподразделений Министерства Обороны Которые Тоже Там Находятся Но Это не Озвучивается Как вы Понимаете Они Должны Будут Погибнуть Ведь Недаром Рамзан Кадыров Отозвал Свои Силы Оттуда Он не хочет Чтобы его Силы Там полегли Потому что Это Разорит Его Он Не настолько Богат Живой силой Не деньгами А именно Живой силой Чтобы Разбрасываться Ими Поэтому Рамзан Кадыров Своих Бережет Они ему Еще понадобятся Во время Выборов Чтобы Показать Свою Силу Россиянам Администрации Президента Вайна И другим Кто стоит За его Молодыми Плечами Латышских Стрелков Вернее Отпрысков Латышских Стрелков Которые Сегодня Руководят Россией А кем же Им Еще Руководить Детям Вот этого Самого Черного Интернационала Я Таня Карацуба Сиит Бурхан